Привет, меня зовут Артур, я преподаю профильную математику ЕГЭ 11 лет. И я хочу разобрать сегодня пример логарифмического уравнения, которое попалось ребятам в резервном ЕГЭ-2023 вместо тригонометрического в 12 номере, к которому все так привыкли. Составители сделали сюрприз. И оно выглядит простым, потому что в основании четверкого логарифма, тут тоже четверка, тут тоже четверка, вроде как применил основные логарифмические формулы, и все это раскрылось, сократилось и удобненько решилось. В принципе, почти так и есть, но тут есть кое-какой тонкий момент. Во время раскрытия вот этого логарифма нужно кое-что указать. Если это не указать, то могут снизить балл. Про это я хочу сегодня рассказать, собственно, поэтому я решил этот пример разобрать. С чего бы я начал в ходе решения этого примера? Логарифма существует не при всех иксах, потому что подлогарифмическое выражение не может быть отрицательным. А так как мы дальше избавимся от логарифма и перейдем к иксу, мы не обеспечены отсутствием этого риска, и нам нужно как бы обеспечить себе положительность подлогарифмических выражений. Поэтому давайте напишем одз, область допустимых значений. Для каждого из логарифмов быстренько посчитаем. Здесь подлогарифмическое выражение х должно быть больше нуля. Здесь х в квадрате минус 1 должно быть больше нуля. А здесь, значит, х умножить на х в квадрате минус 1 должно быть больше нуля. Понятно, что вот здесь есть двоечка и восьмерка. Они никак не влияют на знак неравенства, я их не стал писать. Давайте быстренько каждую из этих неравенств решим. Тут х больше нуля, здесь разность квадратов х минус 1 на х плюс 1 больше нуля. И здесь х умножить на х минус 1 на х плюс 1 тоже больше нуля. Окей, в принципе, все эти неравенства готовы к методу интервалов. У первого х просто положительный, вот такой участочек. У второго нулями будут единичка и минус единичка. Знаки будут плюс, минус, плюс. Разукрашиваем участочки. И у третьего нули будут минус 1, потом нолик и единичка. Да, это те числа, которые превращают в ноль все неравенство. Знаки, соответственно, плюс, минус, плюс расставляем. Чтобы знаки определить, нужно просто случайные числа из интервалов подставить вместо иксов и посмотреть, какой будет знак. Тут все просто. Итак, разукрашиваем вот эти знаки, вот эти участки. Дальше смотрим, где у нас пересечения. Где тройное пересечение, это и будет общей область допустимых значений. Первый участок. Пусто. Закрашено, пусто. Не подходит. Пусто, пусто, закрашено. Не подходит. Закрашено, пусто, пусто. Не подходит. Закрашено, закрашено, закрашено. Опа! Это наш герой. Получается, общий одезэ, х принадлежит от 1 до плюс бесконечности. И я это вот здесь запишу, потому что это нам будет важно в будущем. То есть все наши решения, которые мы в конце получим, должны удовлетворять вот этому участку. От 1 до бесконечности. И мы это будем использовать в самом конце, но, возможно, в серединке тоже. Сейчас обсудим. Я вот это все сотру, потому что одезэ, в принципе, это несложная вещь. Я часто за решение одезэ не ставят никакой балл, если вдруг вы так думали. Это не так. Окей. Давайте решим этот пример, с чего бы я начал, например. Я хочу избавиться от двойки и восьмерки, от знаменателей, по формуле логарифм от частного. Наверняка вы когда-то видели эту формулу. Логарифм b поделить на с по основанию а. Это и есть логарифм b по основанию а минус логарифм с по основанию а. И так как у нас знаменатель — это положительное число, то вот эта формула без проблем работает. Именно вот с момента, когда деление преобразуется в разность. Но есть тонкие моменты, когда у нас и числитель, и знаменатель — функция. Тогда, сейчас я чуть позже об этом скажу, это нам пригодится, тогда нам нужно два варианта рассмотреть. Какие именно? Сейчас узнаете. Смотрите. Но тут все окей, так как тут положительные числа в знаменателях, нам про это даже говорить не стоит. Логарифм х по основанию 4 умножить, поехали, пишу числитель, х квадрат минус 1 по основанию 4, минус логарифм 2 по основанию 4, равно. Здесь то же самое. Сначала пишем числитель, х умножить на х квадрате минус 1 по основанию 4 и минус логарифм 8 по основанию 4, да, знаменатель. Окей. Дальше, что бы я сделал? Да, кстати, вот здесь нужна скобочка, да, потому что произведение целиком всего логарифма идет вот на первый логарифм. А дальше я бы избавился вот от этих логарифмов, это же обычные числа. В какой степени надо возвести 4, чтобы получилось 2? В одну вторую или 0,5? В какой степени надо возвести 4, чтобы получилось 8? Так сходу не скажешь, да? Давайте применим логарифмическое свойство. Четверку запишу вот эту как 2 в квадрате, а восьмерку как 2 в кубе. И вот этот куб можно вынести как коэффициент тройка, а вот эту двойку как коэффициент перевернутый, одна вторая. Останется логарифм 2 по основанию 2, а это единица, а значит остается 3 вторых или полтора. Значит, наш вот этот логарифм, это и есть 1,5. Окей, так и запишем, чтобы упростить себе, как говорится, жизнь. Теперь, значит, логарифм х по основанию 4 умножить, здесь будет логарифм х в квадрате минус 1 по основанию 4 минус 0,5. И равняется, здесь пока тоже оставляю вот так вот произведение, х на х в квадрате минус 1 по основанию 4 минус 1,5. Все, теперь внимание, что делать дальше? Хорошо. Вот здесь видно логарифм х по основанию 4, можно раскрыть скобку, внести сюда логарифм х по основанию 4. Но тогда у нас будет произведение вот этого логарифма, вот этот логарифм. А вот этот логарифм, это у него х и х в квадрате минус 1 внутри аргумента. То есть эти слагаемые не будут пока что подобные. В идеале нам бы вот этот логарифм раскрыть как сумму и использовать вот такую формулу. Логарифм b умножить на c по основанию а, это и есть логарифм b по основанию а плюс логарифм c по основанию а. И вот здесь как раз-таки та самая проблема возникает. Смотрите, если b и c это обычные положительные числа, то эта формула без проблем работает. Но как только b и c оба функции, которые гипотетически могут быть и положительные оба, и отрицательные, возникает кое-какая интересная ситуация. Смотрите, вот если посмотреть на одзе вот этого левого логарифма, b умножить на c, оно у нас должно быть больше нуля, верно? Когда это больше нуля? Когда b больше нуля и c больше нуля, системка. И когда b меньше нуля и c меньше нуля. Есть вторая ситуация, когда каждый из них отрицательный, в произведении они дают плюс, и одзе правильно срабатывает, b умножить на c положительное. Но когда мы раскрываем вот так вот как сумму, здесь подразумевается b больше нуля, и тут c больше нуля. А вот этот случай, когда b и c произведения отрицательные, он проглатывается, и мы теряем корни. Вот. Если бы формула была справа налево, тогда никаких проблем не было бы, и однозначно все сработало бы без всяких уточнений. А вот именно когда мы произведение расписываем как сумму, мы как будто протон и нейтрон вот так разделяем, и у нас новый элемент появляется. Вот. Это очень довольно тонкий момент. Как эта вообще штука решается по-хорошему? По-хорошему она решается так, что мы говорим, что b, a, c, a, в случае, когда b больше нуля и c больше нуля, системка. И второй случай, когда у нас b меньше нуля и c меньше нуля, системка. При этом мы должны прям вторую ветку решения рассмотреть. И что, если я b отрицательное беру, как я должен вот это произведение раскрыть? Конечно же, со знаком минус. Логарифм минус b по а плюс логарифм минус c по а. Понимаете, да? Я поставил минусы, потому что b и c отрицательные беру. И прям вот эти два уравнения дальше решаю. Вот такой тонкий момент. И вот здесь нам так и нужно поступить в идеале, потому что у нас x на x в квадрат минус 1. Теоретически оба они могут быть положительные и оба могут быть отрицательные. Но нас кое-что спасает. По dz у нас x от 1 до бесконечности. А значит, у нас, если подставить, например, 1,1, ну что-то больше единицы, то и x и x в квадрат минус 1 будут оба больше нуля. А значит, в ситуации, когда оба меньше нуля, невозможно. И нам нужно этот момент указать, прежде чем расписывать это произведение как сумму. Поэтому я скажу следующее, прежде чем вот это расписать. Значит, по dz у нас x принадлежит от 1 до плюс бесконечности. Поэтому логарифм x умножить на x в квадрате минус 1 по основанию 4 смело расписывается как логарифм x по основанию 4 плюс логарифм x в квадрате минус 1 по основанию 4. Все, без вторых вариантов. То есть вот это я записал, и это означает, что я смело могу расписать как сумму вот это произведение, и никаких не будет проблем. Если это не написать, могут снизить балл. Возможно, где-то вы видели, что тут модуль ставят. По сути, модуль тут можно ставить вот так вот. Но это не совсем корректно, потому что модуль подразумевает, что у нас b может открыться с плюсом и минусом, и c с плюсом и минусом, независимо друг от друга. А у нас тут случай работает, когда и первый, и второй больше нуля, или первый, и второй меньше нуля, оба одновременно. А момента, когда b больше нуля, c меньше нуля, такого нет, потому что невозможно. Не может подлогарифмическое выражение быть отрицательным. Поэтому это не совсем классический модуль. Но в каком-то смысле это два раскрытия, да, с плюсом и с минусом. Вот. Поэтому, написав вот это, я смело дальше продолжаю. Значит, у меня слева остается логарифм х по основанию 4 умножить на логарифм х квадрат минус 1 по основанию 4 минус 0,5. Вот так вот. И справа расписываю как сумму. Логарифм х по основанию 4 плюс логарифм х квадрат минус 1 по основанию 4 и минус 1,5. Вот теперь мы законно перешли к сумме и выдохнули. Дальше уже никаких тонких моментов быть не должно, кроме того, чтобы понять, что вообще дальше делать. Потому что если взглянуть, типа, окей, я могу вот здесь вот произвести, в скобку внести, да, раскрыть произведение. Тут у меня сумма выражений вот этих, а тут произведение будет. И типа, какой есть в этом смысл? А на самом деле мы х квадрат минус 1 можем еще раскрыть, как х минус 1 на х плюс 1. Вот. В принципе, это тоже будет безболезненная история. Но вот в таких ситуациях можно что заметить? Можно сделать замену переменной. Из-за того, что это принципиально разные функции. Например, вот эту штуку можно как букву А заменить, а вот эту как букву Б. Вот это будет А, а это будет Б. И посмотрим, что там упростится, что получится. Ну, должно получиться хорошо. А умножить на А, так, А умножить на Б минус 0,5. Да, левая часть. А умножить на Б минус 0,5. Правая часть. А плюс Б минус 1,5. Вот так вот. Ну, давайте раскроем скобки, посмотрим, что тут будет. Значит, А на Б минус 0,5А равняется А плюс Б минус 1,5. Так, окей. Что можно дальше с этим делать? Давайте все влево перенесем. А умножить на Б минус 0,5 умножить на А минус А минус Б плюс 1,5. Равняется 0. Так, окей. Что теперь? Что теперь? Я, если что, не решал этот пример заранее, поэтому могу вместе с вами сейчас тут размышлять. Как-то нужно нам всю эту историю преобразовать и посмотреть, что получится. Ну, наверное, за скобки что-то надо еще раз вынести, да? По крайней мере, я ничего другого здесь не вижу. Например, можно А, Б и А сгруппировать. Останется Б минус А. Но вот здесь будет, тут не сгруппируется потом, да, второй раз. Неудобно. Так, ну к чему-то это точно должно прийти. Давайте подумаем. Так, мы все правильно сделали? Тут А плюс Б минус 1,5. Тут А на Б минус 0,5. Да, вроде тоже все правильно. Вот, и я тут раскрыл. Ашку внес. Так, 1,5 не очень удобно висит здесь. Вот, не очень удобно висит. А если вот это сгруппирую? А, смотрите, тогда получается что? А умножить на Б минус... Это же подобные слагаемые. Что-то я туплю. Минус 1,5 А. Вот. Минус Б плюс 1,5 равно 0. Вот. Окей. Это уже приятнее, да, почему? Потому что давайте я вот эту правую часть уберу, сотру. Интересная ситуация. Вот я вообще люблю с учениками вместе решать задачи, потому что они в открытую видят, как я размышляю. Вот сейчас я сидел такой, тупил, да, не мог, не знал, что делать, потому что, ну, я вижу впервые этот пример, и что-то я сразу не сообразил, что это подобные слагаемые. Ну, бывает, не увидел. И это нормально, когда преподаватель не сразу увидел решение, зато вы только что увидели, что я такой, «О, вот же оно, да, вы мою мысль поняли». И вот спустя 11 лет преподавания я понял, что это очень эффективно таким образом, делиться с учениками своими мыслями. Теперь я вот так сгруппирую. А, Б запишу вместе с минус Б. А, Б минус Б. И здесь минус 1,5 плюс 1,5. Минус 1,5 А плюс 1,5. Вот так вот. Равняется 0. Смотрите, а теперь вынесу за скобки. Вот тут Б вынесу за скобки. Останется А минус Б. Вернее, А минус 1 останется. А минус 1. А минус 1. А здесь полтора вынесу за скобки, и останется А, так как с минусом вынес, а тут плюс. А минус 1 тоже. А минус 1. Классическое вынесение за скобки, так, чтобы еще раз потом вынесить за скобки. А минус 1 еще раз выносим за скобки. Остается Б минус 1,5. Все это равно 0. Потому что вот я вынес А минус 1 еще раз, это Б минус 1,5. Все, ну а теперь понятно. Получается, А минус 1 равно 0, и Б минус 1,5 равно 0. Или А равна 1, или Б равняется 1,5. 1,5. Так, ну а теперь давайте обратно. А у нас это вот эта штука. Логарифм х по основанию 4 равняется 1, а b это вот эта штука. Так, логарифм х квадрат минус 1 по основанию 4 равняется 1,5. Ну все, каждое из уравнений решаем, получаем ответ. Здесь по определению получается х равняется 4 в степени 1 или х равно 4. Пожалуйста, это наш первый корень. По ОДЗ подходит? Да. Пишем его в ответ. Ну а здесь получается по определению основания х квадрат минус 1 это и есть 4 в степени 1,5. Давайте быстренько покажу, как это возвести. Хотя мы уже знаем, что это 8 из самого начала, но тем не менее. Это 3 вторых по-другому 1,5. Или это можно сказать, записать это так. 4 в степени 3 и все это под квадратным корнем. Это корень из 64 или 8. Это просто способ записи дробной степени. То есть будет 8, короче. Получается х квадрат минус 1 равняется 8 или х равняется 9. Х квадрат. Тогда х равняется 3 или х равняется минус 3. Все. Задачка решена. Кстати, ОДЗ. 3 и 4 проходят, а минус 3 не подходит по ОДЗ. Увы, в ответ его не пишем. Таким образом у нас 2 точки в ответе. Тройка и четверка. Все. Пример решен. Итак, вот очень хороший пример. Обратите внимание на эту тонкость с логарифмом. Я у себя на курсе, на основном курсе, который у нас с сентября начинается, подробно эти штуки расскажу. Это потому что такой усложненный момент. Не всегда его в школе даже рассказывают. Но, как видите, здесь он был важен. Вот. И с логарифмическими формулами есть еще некоторые тонкие вещи. Когда мы скидываем четную степень, например, от функции, тоже нужно иметь в виду, что остается модуль. И как вот с ним работать, как его избегать. Иногда можно избежать этого, этой штуки. Просто надо не раскрывать, да? Не разделять протон и нейтрон, чтобы нового ничего не получилось. Вот. Как это работает, тоже покажу на курсе. Ну, а в целом, ребята, спасибо вам за то, что посмотрели. Если вам понравилось, поставьте лайк этому видео. Можете в комментарии что-нибудь написать, как вам такой формат около доски. Вот. И что я хочу сказать. Я готовлю 11 лет и знаю по сообщению ученика, что ему конкретно непонятно. Ну, потому что просто опыт большой. И я делаю это уже в онлайне, по-моему, пятый или шестой год. До этого я был учителем, до этого был репетитором, потом вот стал онлайн-преподавателем. Просто это наиболее интересная история, можно разные форматы тестировать. И начинается мой основной курс, которым мы занимаемся 8-12 онлайн-уроков в месяц и 5-8 записей теоретических. То есть размеренная подготовка так, чтобы вы все успевали. Плюс там есть домашнее задание с проверкой, кураторы, обратная связь, постоянная онлайн, чтобы вы могли спрашивать, если у вас что-то не получается. Все это называется основной курс. И он начинается в сентябре и идет до конца года. Вы, в принципе, можете подключиться в любой момент в течение года. Просто какие-то темы мы уже один раз пройдем. Вот. Самые простые темы мы пройдем дважды. То есть с сентября, там, по декабрь мы проходим всю первую часть. И задание, сейчас уже это 13, 14 и 16, по-моему, да, нумерация поменялась. Ну, то есть уравнение, неравенство и экономика. И уравнение, неравенство и экономика. И первую часть мы во втором полугодии еще раз повторим, потому что в начале года прошли, чтобы не забыть, все это будет внутри основного курса. Ничего, как бы, доплачивать дополнительно за это не надо. Это просто все находится в одном курсе. Поэтому пишите мне вконтакте или в телеграме кодовое сообщение «Артур у доски» или слово «доска» напишите. Вот. Это будет значить, что вы со скидкой по выгодным условиям подключитесь ко мне на курс. И я буду вот так же объяснять, только еще помедленнее, отвечая на ваши вопросы в режиме онлайн. И изучая много разных тем, все, которые могут встретиться на ЕГЭ. Вот. Всем спасибо. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok